Я всех вас приветствую с вами Господа нашего Иисуса Христа. Мир вам! Слава нашему Господу! Господь благословил этот вечер. И я думаю, что все вы разделите со мной эту радость общения с нашим Господом, потому что как приятно и как хорошо тогда, когда мы близки с нашим Господом, когда мы, наше сердце, оно открыто для нашего Господа. Я думаю, что для каждого из нас видны слова те, которые записаны здесь перед нами. Ищите Господа, когда можно найти Его, призывайте Его, когда Он близко. Сегодня Господь, Он рядом. Сегодня Господь с нами. Слава нашему Господу! Поэтому мне только что остается от нас открыть сердце перед Господом, открыть сердце для Господа, для того, чтобы благодать Божия, она вошла в наше сердце. Я хотел бы, чтобы мы вспомнили слова, которые записаны на странице Свечного Писания. Это один момент, который записал евангелист Иоанн в пятой главе. Он говорит так, что есть в Иерусалиме купальня, которая называется по-еврейски Вефезда. И здесь говорится о том, что в этой купальне, на этом месте, лежало очень много больных людей. Почему? Потому что по временам в эту купальню сходил ангел Господень и возмущал в воду. И первый, кто входил в эту купальню, спускался в эту воду, он получал исцеление. Слава Господу! Когда мы читаем здесь, об этой купальне, говорится, что она называлась по-еврейски Вефезда, то есть Дом Милосердия. Я хочу сказать, что здесь, на этом месте, это есть Дом Милосердия. Потому что, как и было сказано братом Анатолием вначале, что дети, которые приходят сюда, очень часто, они здесь получают определенную помощь, они имеют утешение здесь, на этом месте, они могут услышать Слово Божие, Слава Господу. Это есть Дом Милосердия. Это место, где можно сделать что-то во имя Господа. И не только мы приходим на это место, или люди приходят на это место, для того, чтобы получить духовную пищу для своей души. Это место благословенное. И как говорится, что на этом месте, в этом Дом Милосердия, это была купальня. И ангел Господень приходил и возмущал в воду. И первый, кто ходил в эту купальню, он получал исцеление. А как это возмущало? Это что такое? Можно спросить? Возмущало это что? Когда взять в ведре воду и вот так найти. А-а-а! И она... Спасибо вам большое! Ветер, ветер, когда... Все. Извините. У нас такой порядок, что все вопросы в конце собрали. А-а, ну извините, я первый раз. Извините. Я знаю, я знаю. Я очень рад. Извините, я пришла. Я очень рад, что вы пришли. Спасибо. Извините. Все. И вот, при возмущении воды, уже знаешь, что ты говоришь, да? Слава Богу, хорошо. Ангел Господь приходил, и когда люди видели вот этот круговорот воды, они спешили быстро опуститься, и кто первый входил в эту воду, получал исцеление. Знаете, много сегодня совпадений с этим местом в Священном Писании. Дом милосердия. Дом молитвия. Сегодня посетила группа «Живой родни». Это живая вода, в которую Дух Святой приходит и возмущает эту воду для того, чтобы каждый, слушая еще и Слово Божье, мог принять это в сердце свое и должен поспешить открыть свое сердце для того, чтобы действительно Господь сделал свою работу в его жизни. И вот, я хотел бы все-таки вернуться к этому месту Священного Писания и прочитать более дословно, что произошло там, на том месте, в то время, в этой купальне. Пятая глава Евангелия от Иоанна. С второго стиха я буду читать. «Есть же в Иерусалиме у овечьих ворот купальня, называемая по-явлейски Бефезда, то есть Дом милосердия, при которой было пять крытых ходов. В них лежало великое множество больных, слепых, хромых и ссовших, ожидающих движения воды. Ибо Ангел Господень по временам сходил в купальню и возмущал воду, и кто первый входил в нее по возмущению воды, тот выздоравливал, какой бы ни был одержим болезнь». Тут был человек, находившийся в болезни 38 лет. Иисус, увидев него лежащего, и узнав, что он лежит уже долгое время, говорит ему, «Хочешь ли быть здоровым?» Больной отвечал ему, «Так, Господи, но не имею человека, который опустил бы меня в купальню, когда возмутится вода. Когда же я прихожу, другой уже сходит прежде меня». Иисус говорит ему, «Встань, возьми постель твою и ходи». И он тотчас выздоровел и взял постель свою и пошел. Было же это в день субботник. Слава нашему Господу! Прекрасная история, которая имеет очень хороший, прекрасный конец и результат. Здесь говорится о том, что Иисус Христос вошел в эту купальню, в это строение. И зачем он вошел туда? Не для того, чтобы ожидать возмущения воды, ожидать Ангела Господня, когда Он придет, и когда Он сделает вот это возмущение, для того, чтобы войти в эту воду. Но Иисус Христос пришел, потому что Он видел там человека, который нуждался в исцелении. Он видел там человека, который нуждался в том, чтобы рука Господня, она снизошла на Него. И вот, тогда, когда Иисус Христос вошел, когда Он подошел к одному человеку, здесь говорится так, что тут был человек, находившийся в болезни 38 лет. Немалое время в болезни человек Он провел на постели, и тогда, когда Иисус Христос задал Ему вопрос, Иисус увидел Его лежащего, и узнал, что Он лежит уже долгое время, говорит Ему, хочешь ли быть здоровым? Хочешь ли быть здоровым? Хочешь ли получить исцеление своей плоти? Человек, который пролежал 38 лет, не желает ли этого? Желает. И почему Он был в этом доме милосердия, почему Он был на этом месте, в купальне этой, потому что Он знал, что а вдруг придет момент, когда Он сможет получить исцеление. Но Он говорит, что я долгое время лежу здесь, и я хотел бы, чтобы кто-то пришел и помог мне при возмущении воды, опустил меня в эту воду, для того, чтобы получить исцеление. Но не имею такого человека, потому что туда приходили нездоровые, туда приходили больные, и они каждый стремился, каждый спешил для того, чтобы первым войти в эту воду. И вот этот больной человек, который нуждался в помощи, он никак не мог пройти, для того, чтобы первым войти в эту воду. И вот Иисус Христос, он подходит к нему и говорит, хочешь ли быть здоровым? Да, Господи, хочу. И вот Иисус Христос, Он говорит, встань, возьми постель твою и ходи. Слава нашему Господу. Как приятно, как прекрасно. И Иисус Христос, Он не говорит, подожди, подожди, день, подожди, два, может, неделю, придет Ангел Господень, сделает твое умение в этой воде. И вот при этом видном явлении, я помогу тебе сойти в эту воду. Нет. И Иисус Христос в тот же момент, Он говорит, встань, возьми постель твою и иди в дом твой. Слава Господу. И Иисус Христос пришел на эту землю. И Иисус Христос пришел для того, чтобы спасти весь род человеческий. Было удобно, как Он делал это в этой купальне и Иисус Христос. Было удобно, как Он поступал со многими, которые встречались на пути Иисуса Христа. Он их исцелял. Он врачевал. Он освобождал от рабства греха, от зависимости. Он освобождал от всего этого земного и недоброго. И вот, Слово Божие говорит в этом же Евангелии от Иоанна 3 главе 17 стих. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, на чтобы мир спасен был через него. Господь Бог послал Сына Своего не для того, чтобы судить. Да, мы знаем, что все согрешили и лишены славы Божьей, говорит апостол Павел в послании к римлянам. Все согрешили и лишены славы Божьей. Но мы имеем сегодня радость и утешение в Иисусе Христе. Потому что Иисус Христос пришел для того, чтобы искупить и освободить человека от греха. Ибо Он пришел не судить, но чтобы мир спасен был через Него. Сегодня слова, Слова Божьи, слова Писания, они звучат к нашим сердцам. И я хотел бы, чтобы мы были внимательны. Я хотел бы, чтобы мы осторожно смотрели на свои пути, на хождение к Богу, потому что Господь хочет спасти нас. Господь сегодня хочет сказать Слово, которое очень нужно и полезно для каждого из нас. Поэтому сегодня, пользуясь моментом, пользуясь временем, чтобы все мы сегодня на этом месте, в Доме Милосердия, в Доме Молитвы, сегодня живые родни, живая вода течет, сегодня Ангел Господень, сегодня Дух Святой исходит на это место, для того, чтобы сделать работу свою. Поэтому не будем упускать возможности, не будем упускать времени, но будем славить нашего Господа и открывать наше сердце, для того, чтобы Господь совершил работу свою. Да благословит всех нас, Господь, и в этом служении. Аминь. Аминь. Евангелие от Луки, 24 глава, Иисус Христос, Он сказал такие слова. «Вот то, о чем Я говорил вам, еще бых с вами, что надлежит исполнится всему написанному о Мне законе Моисеевом и пророках, и псалмах. Тогда отверз им ум к уразумению Писания, и сказал им, так написано, и так надлежало пострадать Христу и воскреснуть из мертвых в третий день, и проповедано быть во имя Его к покаянию и прощению грехов во всех народах, начиная с Иерусалима. Вы же свидетели сему, и я пошлю вам обетование Отца Моего на вас. Вы же оставайтесь в городе Иерусалиме, доколе не обречетесь силой свыше. Аминь». Такие слова сказал Иисус Христос, и они записаны в Библии. И сегодня мы нуждаемся в Духе Святом, который Господь Бог, Он послал на верующих людей, живущих на этой земле. Дух Святой, Он есть Тот, Который пребывает на каждом возрожденном свыше человеке. Он помогает жить, Он оберегает человека, и такой человек, Он имеет успех и благословение от Господа Бога. Аминь. И сейчас мы также пропоем псалом, песни, пение, которое называется «Дух Святой, Ты тот, в ком я нуждаюсь». Посланius Христос, Шо-ты цепень, ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 И дороже всех на свете. После воскресения Иисуса Христа, когда Иисус Христос являлся ученикам, чтобы укрепить их вере, он видел желание Петра. Он знал, что это самый большой, который любит Иисуса Христа. И подошел Иисус Христос к нему и задал вопрос. Симон Ионин, любишь ли ты меня? Три раза Иисус Христос задавал ему этот вопрос. Но в этих вопросах был глубокий смысл. Он недаром задавал Иисус Христос три раза ему. Вначале он говорил, чтобы он заботился о молодом стаде, это молодая церковь. Потом он говорил во втором вопросе, любишь ли ты меня, чтобы он учил церкви, а будет многочисленные церкви, которые принуждались в Петре. И в третий раз, когда задал Иоанн вопрос, что мы читаем в Священном Писании, то Петр обечали сам. Но почему он обечали сам? Иисус Христос сказал, за эту любовь, за то, что ты так возлюбил меня сильно, нужно будет страдать за эту любовь. Иисус Христос сегодня в этом сале также задает каждому вопрос этот. И три раза задает этот вопрос не один раз, а три раза. Любишь ли ты меня? Во втором вопросе тоже звучит, любишь ли ты меня? Найди ответы на эти вопросы сам себе. Не отвечай никому, но в глубоко в сердце своем задумайся над этими вопросами. Сейчас мы пропоем Псалом на молдавском языке. Симоны, спуним ту, дакая моя бежда. Симоны, спуним ту, дакая моя бежда, дакая моя бежда, дакая моя бежда. Симоны, спуним ту, дакая моя бежда, дакая моя бежда, дакая моя бежда, дакая моя бежда. Симоны, спуним ту, дакая моя бежда, дакая моя бежда. Симоны, спуним ту, дакая моя бежда, дакая моя бежда, дакая моя бежда, дакая моя бежда. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДумайTorzok 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 ДумайTorzok